Здравствуйте, уважаемые друзья! Поговорим с вами о спросе на рынке коллекционирования, о том, какие тенденции сейчас существуют. Поговорим о том, что в настоящее время идет большой тренд на все наше, российское, советское, царское. Поговорим о предметах искусства, предметах коллекционирования, про товары народного промысла, про вот эти все темы. Компания «Русская монета» занимается снабжением точек «Союз Печати» в городе Москве. В настоящий момент мы снабжаем около 200 точек различными товарами, начиная от монет, заканчивая игрушками. Поэтому мы, в принципе, чувствуем тенденцию, хотим вам немножко рассказать. Ну, начнем со значков. Советские значки, которые в большом количестве остались еще с советских времен, которые выставляет компания «Русская монета». Мы выставляем в двух вариантах, даже в трех-четырех вариантах выставляем по ценовым категориям. Советская символика, которая осталась, она, в принципе, запечатлена в основном в значках, знаках, марках, монетах, и поэтому пользуется повышенным спросом. Ну, казалось бы, почему она должна пользоваться повышенным спросом? Ну, ответ прост. Мы горды за наше советское прошлое. Как это ни странно, люди, многие очень уважают Советский Союз и уважают те достижения, которые были сделаны во время Советского Союза, и поэтому все символы советские, все сейчас пользуются повышенным спросом. Люди крайне настроены, крайне патриотические, а так как сейчас российских символов меньше гораздо, чем в советское время, там была большая пропаганда, большая символа машина, которая работала, печатала, печатали значки, печатали марки, монеты в огромных количествах. В общем, это все осталось, но, к сожалению, приходит потихоньку в упадок, поэтому наша миссия, компания Русская Монета, мы все это каким-то образом подбираем, выставляем на точки. Вот, в частности, вот у нас планшет со значками наименьшей дешевой категории, сюда входят, предположим, города, входят значки пионерские, октябрецкие, ударники, и все остальное, такое небольшое, недорогое, нетематическое, гербы российских городов. Поинтереснее планшеты мы ставим с советскими значками. Это уже какие-то интересные значки с Лениным, космос, самолеты, корабли, ну, в общем, какие-то тематические значки. ГТО, ну, олимпийского и олимпийского времени, золотые значки, ГТО, ну, всячески интересные, более-менее, значки, которые стоят чуть подороже. Вот это вы можете найти на наших точках компании Русская Монета. Еще хочу обратить ваше внимание, что очень интересная тема, это знаки 50-х годов. Вот сейчас я вам покажу, у меня есть подборочка, небольшая знака в 50-х годов, специально я ее подобрал. Сейчас, в частности, вот, посмотрите внимательно. Вот они, эти знаки. Начнем показывать. Ну, смотрите, во-первых, это знаки ГТО, первая, вторая степень и отличник ГТО. Это все знаки 50-х годов, после смерти Сталина, в принципе, все произошло уже при Хрущеве. Очень интересные значки, латунь, горячая эмаль. Это следующая ценовая категория, значку, которую можно собирать. Вот ВДНХ во многих вариантах. Вот интересные знаки, связанные с пионерией, ранние значки пионерские. Вот они. То есть, пионерские значки поздние вы можете купить буквально за 50 рублей, но эти уже более дорогие знаки, которые стоят несколько сотен рублей. Вы можете их тоже купить в наших киосках компании «Русская монета». Вот. Дальше достаточно интересная подборка значков с Лениным. Вот они такие небольшие, но очень красивые. Латунь и горячая эмаль. Вот такие значки с Лениным. Вот. Город Ульяновск. Еще изображен. Потом серия там всяких юных техников и так далее. Вот юные техники СССР. Вот такая интересная. Такие интересные 50 лет советской власти. И инструктор ДСАФ. Кораблики разные, в частности, конечно, бессмертный крейсер Аврора, который участвовал в революции. Прославляется всячески в советские времена. Вот красивый такой Ленин. Это все латунь, горячая эмаль. Очень красивые знаки. Мне очень они нравятся. Они намного лучше алюминиевых значков, которые делали с 70-80-х годов. Они уже выглядят по-другому. Душа радуется. Ну, вот тут урожай. Урожай, уборка урожая. Участник уборки урожая. Красивый такой знак. Но они, в принципе, очень такие интересные. Вот что можно, в принципе, сейчас приобрести в компании русская монета. Это кроме монет, которые мы уже давно занимаемся монетами. Еще можно, в настоящий момент, начали заниматься еще марочками. Достаточно большое количество марок выпускалось. Вот в киосках печати в свое время вот такие вот наборчики продавались. Мы тоже решили эти наборчики вернуть. Советские в киоски. Вот именно в таком виде, только в таком виде пока в основном. То есть там разные варианты были марок. Это тематические всякие наборы. Корабли, самолеты, великие люди, флора, фауна и все остальное. Вот ледоколы, в частности. Ледоколы. Прочее, прочее. Вот. Хочу сказать, что символика российская и советская почему привлекает людей? Да потому что мы, в принципе, сейчас достаточно уже стали более патриотически настроены. Не то что во время перестройки. Там смотрели постоянно на Запад, думали об этом. Мы видели, как бы сейчас поняли, что Запад нам, как бы, ну, сейчас ничего хорошего пока не предлагает. И, в частности, Америка тоже. Мы должны свое, как бы, культивировать, прославлять свои какие-то памятники, свою историю. Поэтому мы этим сейчас и занимаемся. И люди в этом направлении смотрят тоже, ценят. И поэтому, конечно, в киосках печати хорошо бы, чтобы это все было. Компания «Русская монета» как раз предоставляет возможность как-то все это покупать в достаточно недорогих ценах. Еще хочу сказать про Сталина. Вот Сталина в виде монет практически в советские времена не выпускалась. Были запреты на портреты Сталина при Хрущеве. Там после оттепели все было уничтожено. И бюсты, и все остальное. Ну, вот, тут я без политических соображений говорю. Но, конкретно, вот, допустим, в настоящее время КПРФ, Компартия России, постаралась. И вот в 2009 году выпускался знак такой со Сталиным. Вот КПРФ. Он разрешенный к продаже, потому что это просто сувенир. Обращу внимание, что вот такие знаки тоже можно, в принципе, купить в нашей сети компании «Русская». Вот Сталин и Ленин, тоже, всякие даты, 8-9 года, перероченные, вот, 90 лет, в ЛКСМ, Компартия. А это, видимо, 130 лет со дня, наверное, рождения все-таки Сталина. Вот такой необычный знак. Он просто юбилейный, не является госнаградой, поэтому можно их покупать. Продавать тоже обращайтесь в наши точки. Самый большой выбор сейчас у нас будет на Курском и Павелецких вокзалов. Всяческих знаков, значков, марок и всего остального. Вот, приходите, покупайте, приобретайте. Ну, а тем, кто хочет как-то помочь нам, предлагайте какие-то свои коллекции. Предлагайте, мы обязательно рассмотрим каждую вашу коллекцию. И если вам необходимо продать, то мы поможем вам продать, или сами купим, или найдем покупателей. Если дорогие знаки, то не обещаем, но, может быть, и получится что-то найти покупателя на ваши знаки. Есть телефон WhatsApp, 925, 517-34-25. Мне уже неоднократно предлагали знаки, я уже кое-что через интернет покупал. Вот, то есть без обмана. Если надо, то надо, не надо, не надо. Платим деньги всегда вовремя. Вот. И приобретаем. Так же, как и в свое время, приобретали в большом объеме монеты. Сейчас тоже приобретаем монеты, но уже в меньших объемах. Так как сейчас тренд на значки, значки, символы советские в дефиците, в крайнем. Поэтому сейчас надо быстренько воссоздать, как бы, историю. Еще хочу сказать, что сейчас в большом тренде стали русские игрушки, русские поделки. Сейчас китайские игрушки заполонили, все киоски, все магазины не продохнуть. Поэтому русская монета старается русские шкатулки, вот, Палиховские сейчас внедрять. Там расписные футляры для очков, игрушки нижегородские, ермиловские игрушки. Ну, все стили, кжель, матрешки, все остальное. То есть, все, что русское. Хочу сказать, что для русского человека в радость подарить другому, своему любимому или близкому человеку, именно русский, как бы, такой традиционный, классический подарок. Потому что мы по духу своему имеем творческие корни, корни наследия. Вот эти все стили, это и есть наша страна, наша родина. Чем мы отличаемся от других стран? От других стран. Нашей культурой и искусством. Наши стили народные. Кжель, хохлома. Вот это, эмир, милост. Ну, в общем, всяческие ремесленные места, где выпускаются до сих пор сейчас игрушки, мы хотим, конечно, представить в киосках, чтобы можно было делать какие-то подарки. Как узнать наши точки? Ну, во-первых, у нас стенды монетные, узнаваемые, я многократно уже показывал. Во-вторых, вот такие вот эти планшеты стоят. Со знаками, со значками везде вот такие. Сейчас по Москве, наверное, в двух местах, потому что мы еще оптом отдаем некоторым сетям. Со значки вот такие планшеты небольшие стоят. Ну, и, соответственно, если русские деревянные игрушки тоже стоят какие-то, это тоже вполне возможно, что наш товар. Вот. Приходите, приобретайте, а так предлагайте, что у вас есть интересного. Давайте развивать, вспоминать историю и культуру нашей страны, приобретать ценности, учить детей, любить нашу Родину вместе. Мы поможем друг другу выполнить эту большую миссию. Без этого нет будущего, без этого нет нашей России. Всего хорошего. С вами Дмитрий из компании «Русская монета».